Еще раз здравствуйте тем, кто смотрел другие матчи финалов Малой и Большой Москвы. И добрый вечер тем, кто присоединился к нам только для того, чтобы насладиться главным блюдом финала Лиги Чемпионов. Флотская 64, главный стадион Северной Лиги и главные на сегодня команды Северной Лиги и вообще всей Москвы, Гефест и ЦДК. Ну а постараются сделать этот матч для вас, может быть, еще чуточку более интересным или, по крайней мере, не испортить впечатления от просмотра. Комментаторы Александр Седов и Кирилл Разумовский. Добрый вечер, да. Весь Бомонд, весь мир любительской футбольной лиги здесь. Мне кажется, что Флотская давненько не видала, как минимум, если так мягко сказать, такого наплыва зрителей. А может быть и вообще никогда столько не присутствовало на главных матчах, хотя Флотская принимала и финалы Лиги Чемпионов. И здесь, в общем-то, творилась история в каком-то смысле и финалы сборных. Но вот, наверное, заждались и, наверное, правильно и логично, что две северных команды играют на домашнем стадионе, на поле, которое, по мнению многих футболистов, наилучшим образом подходит для игры футбол 8 на 8. В общем, ждем большой игры, ждем качественного футбола. Ну, а думаю, что мы представим, конечно, действующих лиц, но я думаю, что те, кто следит за ЛФЛ, в общем-то, всех здесь прекрасно знают. Да, ну и, наверное, не будем откладывать в долгий ящик представления составов, чтобы затем уже поговорить о самой игре и, может быть, о каких-то нюансах, нюансах их достаточно. Здесь начнем с хозяев поля, номинальные хозяева поля сегодня ЦДК, ворота слева в наших экранах, красно-синий-черная форма, потому что черные трусы, и состав следующий. Под вторым номером в воротах Илья Горшков, словно он чешский хоккеист, чешский хоккейный вратарь. В обороне справа налево Владислав Хатаженков, номер 11, Андрей Смирнов, номер 3, капитан команды, и Александр Авдеенко, номер 4. В опорной зоне Евгений Алдонин, которого мы месяц не видели на полях ЛФЛ, потому что его просто не было в Москве и вообще в России. Андрей Коряко, справа номер 9, слева Денис Назаров номер 6, Фурман Саакян номер 8 на острие атаки. Запасных чуть позже представим. Главный тренер, наверное, здесь, нет, Алексей Ефимцев здесь, он отбыл свою дисквалификацию, ну и Дмитрий Сверидов, конечно, тоже активно участвует в управлении командой. Да, ну вот любопытно, сейчас как раз на общем плане видно, что на скамейках и вокруг них уже столько зрителей, что там не совсем понятно, кто, собственно, футболист, кто представитель тренерского штаба, а кто просто сочувствующий. Гефест подает угловой, и сейчас после вот этого розыгрыша, ну, ничем не заканчивается, да. Давайте состав античных назову, воротах Евгений Ниженков номер 1, в обороне все как обычно, Андрей Моисенков, 6-й, Константин Лосбенев, 4-й, Станислав Каханов, 51-й. В центре поля Евгений Ширенков, 23-й номер, он отвоевал это место, последний матч именно на этой позиции проводил, хотя мы знаем его как флангового игрока. 90-й номер Андрей Идрисов и 7-й Николай Фадеев в роли инсайда, впереди Александр Масленников, номер 28, на сегодняшний день главный нападающий Севера, даже несмотря на супер-бомбардетские подвиги Артака Григоряна из Интера, Интер сегодня здесь не играет. Ну да, вот я недаром сказал, что главные команды на сегодня, да, Гефест и ЦДК и на Севере вообще в ЛФЛ, Интер провел сумасшедший сезон, 29 побед, одно поражение в чемпионате, к слову, от Гефеста, но когда уже чемпионский титул был оформлен, и Гефесту проиграл Интер в полуфинале Лиги Чемпионов, там за неделю, за три недели три раза проиграл Интер одной команде, вообще, в принципе, это представить тяжело, что три раза проиграл за три недели, а тут одной команде. Но вот так бывает, ЦДК очень драматично прошел Титан в полуфинале. В календарном смысле даже за две недели, по факту, да, получается, то есть за 14 дней, и вот в такую яму, что ли, Интер попал, я думаю, что там психологически еще определенные факторы были в пользу Гефеста, и вот главный матч Лиги Чемпионов, и здесь без Интера, хотя и так достижение Северной Лиги в целом три команды из четырех в полуфинале, чисто Северный финал, это впервые в истории, естественно, вообще у Севера с Лигой Чемпионов не очень здорово, всего один раз команда Северной Лиги выигрывала главный клубный московский трофей, это Терминатор, ну и сегодня будет второй такой случай. Были финалы, были поражения по пенальти, Терминатор по пенальти проигрывал, и несколько человек, в том числе... Ширенков, гол! Отличный удар, и был рикошет, по-моему, который дезориентировал Илью Горшкова. Сейчас попробуем разобраться. Но в любом случае очень неожиданное начало, да, мы так вот предполагая и думая, что идет разведка здесь, хотя команды прекрасно друг друга знают, но одно дело знают друг друга, а другое финальный матч. Во-первых, здесь неудачно сыграл Авдеенко, да, он не принял мяч. Рикошет от Смирнова. От Смирнова, да, кажется, было касание. Ну что ж, быстрый гол. Вот, кстати, говоря, Гефест в последнее время как раз-таки частенько забивает первые минуты, и обе сегодняшние команды довольно атакующие, и, наверное, своих лучших игроков все-таки имеют в линии атаки. Вообще, Гефест и ЦДК же в этом году вывели в чемпионате Севера два шикарнейших матча, темповых. Матч один был на Флотской, другой в Парке Дружбы, когда зимой играли. В Парке Дружбы там просто звенело напряжение. Я сам гулял в это время, остановился, смотрел. А еще обратил внимание, что люди просто, которые, наверное, вообще понятия не имеют Аблфел, останавливаются и смотрят. И не потому, что они видят, что вот там Алдонин бегает где-то внизу, вряд ли они это понимали, а просто потому, какой шел футбол. Да, ну и раз уж ты об этом заговорил, надо отметить, что у ЦДК преимущество ничья, ничья, которая фактически была равносильно потерянной победе. Потому что там на последнее, в добавленное время даже Павел Котов забил пенальти и 3-3 тогда в Парке Дружбы команды сыграли. Ну а в первом круге ЦДК выиграл 2-1. Да, а тот, собственно, пенальти, он был необязательным. Это не тот случай, когда лишают возможности забить гол. И кто его заработал? Правозащитник Станислав Каханов, который подключился, как обычно, на стандарт, там остался на углу штрафной и вот в нужном месте оказался. Ну, а что касается Шеренкова, в общем-то, его вот сейчас еще один момент, 2-0! Евгений Шеренков что творит в концовке сезона и в начале этого матча? Дубль в течение 2-х минут или даже полутора может быть. И это очень серьезное преимущество. Гефест обескуражил ЦДК. И вы даже не говорили об этом, наверное, сказывается отсутствие Дениара Беллилидинова. Да, вот Алдонин, да, где-то убыло, где-то прибыло. Алдонин появился. Честно, я скажу, когда Дениар Беллилидинов, когда я узнал, что он будет заявлен, это было где-то незадолго до континентальной футбольной лиги, я подумал, ну, да, там очередной профессиональный футболист составит ЦДК, ну, какую-то пользу принесет. Я, честно, не думал, что настолько Беллилидинов хорошо вольется в ряды ЦДК и станет, ну, по сути, наверное, лидером команды, одним из лидеров. И здесь это, наверное, история о том, как вот смешно, помните, после Евро 2016 рассуждение о том, что давайте соберем команду просто с улицы, и она сыграет со сборной России по футболу, там ее обыграет, это к вопросу, да, о том, что здесь цвет любительского футбола приходит Дениар Беллилидинов, который уже там не играл энное количество времени и становится лучшим. Ну, вот, знаешь, я сегодня так тоже немножечко промоутировал, может быть, этот матч в каком-то смысле и среди своих друзей, которые не следят так на постоянной основе за Альбийской футбольной лигой, рекламировал этот финал, и надеюсь, что сейчас они смотрят матч. Так вот, в качестве анонсов, да, очень удобно использовать эти громкие имена, ну, там будет играть Коряка, Алдонин, Беллидинов, Тихонов, которые на скамейке запасных у Гефеста пока находятся, но появятся на поле, безусловно, вот, но и при этом я добавил такую сносочку. И топовые футболисты ЛФЛ, вот, потому что многих люди, скажем так, обыватели, да, по отношению к футбольной лиге, многих просто не знают. Ну, тот же Шеренков, тот же Денис Назаров, тот же Павел Котов, ну, в общем, Александр Масленников. Давай проще сделаем. Денис Назаров два года подряд играет в финале Лиги Чемпионов в составе разных команд, и с тройкой он ее выиграл. Александр Масленников и Андрей Моисеенков, которые сейчас идут в атаку, Моисеенков, передача, и там устанавливает Андрей Смирнов. Вот они выигрывали еще с Каитом и Кубок ЛФЛ дважды, и Лигу Чемпионов. Да, в общем, здесь победного опыта у большинства. Андрей Идрисов выигрывал с Терминатором Лиги Чемпионов, и с Терминатором проигрывал Каиту с Моисеенковым и Масленниковым. Вот такие, да, были переплетения судеб, да, футболистов. В общем, здесь реально весь цвет любительского футбола, и, конечно, ну, классных футболистов-то гораздо больше, чем на две команды, но... Вот еще скажу, Евгений Вашурин, который пока на замене у ЦДК, в составе и ЦДК, и Гефеста два сезона подряд признавался лучшим игроком Северной Лиги. Ну да, но сейчас он в запасе. Ну ладно, давай вот этих эпитетов немножко к игре перейдем, потому что Гефест доминирует сейчас и очень прилично поджимает. А вот смотри, как интересно, сейчас Котова нет на поле под левую ногу, Ну, Масленников, наверное, пойдет, но точка убойная. И опять Шеренков штрафной зарабатывает. Шеренков, еще раз повторюсь, для меня это открытие чемпионата. И как его раскрыли в Гефесте на непривычной, вроде бы неприличной позиции, насколько он полезен в концовке сезона во всех топовых матчах. И против Интера, и против ЦДК, и против команд середины турнира на таблице, но реально он сейчас лидер Гефеста. Да, про Шеренкова еще скажем, но после этого штрафного, потому что сейчас момент ключевой, если Гефест третий забьет, то вылезти будет крайне сложно. Но мы помним прекрасно, что, да, здесь не стоит забывать, что история этих команд всякая видала. Глачков лицом отбивает мяч, и здесь пауза нужна. Да, Дмитрий Ершов, мы не представили, по-моему, арбитра в сегодняшней встрече. Дмитрий Ершов, главный судья Владимир Коржевский, выполняет функции резервного арбитра. Ну и в отношении судей, наверное, тоже надо сказать, что это топовые арбитры двух топовых лиг. В общем-то, пожалуй, наверное, первый и второй номер, если какие-то рейтинги выстраивать вообще в любительской футбольной лиге в целом. Да, пожалуй. Ну, наверное, сейчас по загруженности и по назначениям, ну, Василий Лазицкий где-то рядом. И то, наверное, все-таки Дмитрий Ершов и Владимир Коржевский, они более опытные и все-таки поавторитетнее немножко эти судьи. Поэтому вполне логично, что они обслуживают этот финал вдвоем. Панайот Хартияди появился у ЦДК. Наверное, сейчас будет время, не знаю, будет время или нет, но пора представить запасных. У ЦДК в запасе Роман Памшев, Вячеслав Саркисов, Василий Скакунов. Вот, Панайот Хартияди вышел, Евгений Вашурин, о котором мы говорили, и форвард на дарке Бадзе. У Гефест резервный голкипер Сергей Бурцев, Мартин Хорин, Олег Оврамчук, Павел Котов, Андрей Тихонов, Артем Варакин и Сергей Анохин. У Гефеста пока замен нет. Ну, а что касается Панайота Хартияди, то он как раз в матчах ЦДК Гефеста в чемпионате Северной Лиги был одним из лидеров ЦДК. Я еще удивлялся, почему в старте он не выходит. Вот так устроена команда, настолько она напичкана, насыщена классными футболистами, что не находится ему места вот в этой восьмерке. Но он может, он футболист такой реактивный, техничный, он может за счет индивидуальных действий взорвать игру. ЦДК это и нужно сейчас, что-то нужно менять, потому что оно вообще не клеится, вообще. Я вот обращаю внимание, опять Шеренков получает массу свободного пространства, гектар практически по такому матчу и бросается в глаза, что ЦДК попробовал лучший враг хорошего, можно применить поговорку, потому что играл Денис Назаров в центре поля, вытеснил Евгения Вашурина и перекусывал. Сейчас Денис Назаров вышел на край, сейчас он вообще заменен, потому что, наверное, посчитали, что он не вошел в игру, но вообще край все-таки не его позиция. Евгений Алдонин, опытный мастеровитый, конечно, появился на поле, вышел в центре, в стартом ставе, и мне кажется, пока он как раз центр проигрывает полностью Шеренкова. Да, и сейчас Шеренков снова здорово играет, на этот раз против Андрея Корякина опережение, зарабатывает штрафной. Заработал авторитет уже. Да, заработал авторитет, на правах автора дубля устанавливает мяч, конечно, я думаю, что сейчас Станислав Каханов свое мнение выскажет на отсчеты, Константин Лазбенев. Ну, вообще, когда мы обсуждаем, кто будет исполнять штрафные, то надо понимать, что в топовых командах едва ли не каждый может забить. А еще можно разыграть. Вот так, отлично! И Моисеенков из удобной позиции бил с левой, но у ЦДК не в порядке. Сейчас 12 минут, нужно что-то менять, и на скамейке у армейцев такое задумчивое состояние. Назарова будет возвращать сейчас на поле, Коряка отправляется отдыхать. Да, в общем, там Алексей Ефимцев так руку приложил к лицу, и, в общем, много ему нужно будет сейчас обдумать, но времени просто как раз у него нет. Нужно вот сейчас и здесь принимать решение. Пытаюсь разобраться, по какой схеме сейчас действует. Назаров явно вышел в центр. Здесь Саакян зацепился чуть ли не первый раз. ЦДК зацепился в чужой штрафной. Алдонин у него хороший удар, но здесь Лазбенев не дает Гефесту время, которое ЦДК дает Гефесту. Вроде бы в центр вышел Денис Назаров, но Алдонин там чуть ли не четвертым защитником действует у ЦДК сейчас. Авдеенко и Хатаженков никуда не делись, как не делся и Андрей Смирнов. Понять бы, да? Или все-таки направо вышел Денис Назаров. Все-таки на фланг. Все-таки на фланг. А касательно Ширенкова, да, в итоге игра так пошла, что не дали нам поговорить о нем еще немножко. Вот он был одно время, сейчас он в центре отвоевал даже место. Сначала в этом сезоне он отвоевал место на краю, да, себе. Вот такое твердое место. А поначалу, к вам пришел, он играл мало. И казалось, что его зажимают в Гефесте. И вот у него действительно было времени играло мало. Но при этом я как-то вот по ходу этого сезона решил изучить статистику, как раз вот когда он уже стал играть постоянно. Но у него каждый сезон за 20 иголов и передач все равно, какое бы время ни было. Ну, если бы еще в Северной Лиге все команды по 8 человек всегда приезжали, да. Но, ты знаешь, вот я хочу сказать, обратить внимание на следующий момент. У нас 13 с половиной минут, мы практически не видим Александра Масленникова. На нем, видимо, сосредоточились защитники ЦДК. И, может быть, была установка определенная по нему играть. А Шелинков получил вот эту свободу, да. И атакуя из глубины как раз наиболее опасен вот в этой вот как бы именно ситуации. И так еще сложилось, что два очень быстрых гола, они, безусловно, позволили Гефесту сейчас свою стратегию строить по счету. Вообще, для Гефеста, хотя это команда, которая любит и умеет доминировать, вот в таких матчах вырисовывается картина, что Гефесту удобнее разжиматься. ЦДК – это априори клуб, который все время играет в атаку. А Гефест особенно хорош в таком футболе. Матчи с Интером – это, наверное, самый яркий пример тому. Ну, вот этот сезон, наверное, характеризует прогресс. Вот то, о чем ты говоришь. Гефест, мы знаем, как команду, которая всегда была заточена только на атаку, по большому счету, и прагматизма вот этого не хватало. Но какой опыт Гефест накопил за последние сезоны? Когда эта команда появилась, ну, в качестве топ-клуба на севере, то, конечно, там и достаточно быстро удалось выиграть чемпионат, но в целом… Дальше не пошло. Да, дальше не пошло. И нужно было искать причину. Можно было бы все списать на то, что сильные соперники все время так попадаются. Ну, то одна там команда, то другая выстреливает, что ли. Но Гефест стал перестраиваться. И вот эти постоянные поражения в финалах, они, в общем-то, многому команду, именно не только футболистов, а команду как единое целое, многому научили. Поэтому сейчас Гефест, во-первых, голоднее до побед, как ни странно, хотя вроде бы в последние сезоны чуть успешнее, но и опытнее вот в отношении вот этих решающих матчей. Ну, ЦДК дважды выиграл континентальную футбольную лигу, да, подряд, где, кстати, Евгений Шаренков был признан лучшим полузащитником в этом сезоне. Но это все-таки не совсем тот ЦДК. Кирилл Бирюков, коллекционирующий призы MVP турнира, Артак Григорян, в общем, это другая команда. Дарк и Бадзе не попал в заявку, играл за другой клуб. Фурман Саакян сидел в запасе. То есть все-таки это немножко другое ЦДК. Этот ЦДК в любом случае стал куда более заточенным на результат, чем раньше. И этим очень нравится команда Дмитрия Сверидова сейчас. Но, и, наверное, даже многие считали ее фаворитом. Там, например, в опросе в группе Севера было примерное равенство, но чуть-чуть больше в пользу ЦДК. Да, вот я как раз хотел тебя спросить, Саша, вот в этом элитарном клубе для избранных, куда я не могу попасть, никак хотел я посмотреть в итоге, чем закончилось голосование. Потому что говорили мне товарищи, что там полное равенство было. И, честно говоря, вот если рассуждать о том, кто фаворит, то за ЦДК как раз вот эта заточенность на более короткий турнир. КФЛ, Лига Чемпионов, наверное, тяжело вот такому клубу, как ЦДК, сохранять мотивацию и концентрацию на протяжении чемпионата Северной Лиги, которая там целый год идет. Да, 50 на 50. Один голос в пользу Гефеста. Это твой, наверное, да? Я не буду говорить, за кого я голосовал. Не получилось спровоцировать? Ну вот, Гефест это все-таки история про стабильность и поступательность и в развитии, и в изменениях, которые команды кадровые, решения определенные. То есть ведь Гефест сейчас играет очень короткой заявкой для топ-клуба. Вот сейчас до этого в финале Малой Москвы играли команды ДСЭП номер 7, да, и Портер. Так вот, там в заявках было 23-22 человека, там 50 человек, там 16 на поле, на скамейках примерно столько же, сколько сейчас зрителей. Да, вот, примерно столько же, сколько сейчас зрителей. Вот, Гефест весь сезон играет 17-18 человек, но каждый из них подогнан. ЦДК больше ориентируется на приглашение звезд. Вот здесь вот эта разница. Но в коротких турнирах, таких как, по сути, этот матч, это отдельный турнир. Все, что было до этого, уже позади. И здесь более такая классность, более звездность, более высокий уровень, наверное, мог стать решающим значением, но не стал пока. Вот 18 минут команда уже сыграет. Ну вот мы правильно с тобой, наверное, подходим. Потому что и Гефест, и ЦДК эволюционируют, в принципе. И эволюционируют достаточно интересно, и поэтому они незакономерно вышли в финал. Но про Гефест важно сказать. Ты вот отметил деталь, что команда стала гораздо четче работать в обороне, но она смогла перестроиться, не поменяв кадрово крайних защитников, которые являются, ну, пожалуй, самыми атакующими во всей Северной лиге, а то и во всей ЛФЛ, потому что Каханов и Моисеенков – это люди, которые постоянно попадают в протокол, как авторы голов, в том числе там и передач, говорю, их. Они все время настреют, они все время бьют со стандартов, они все время подключаются в атаку. Но не поменяв их, Гефест смог поменяться. Это очень важно. Да, сейчас игра немного успокоилась, но Гефест продолжает владеть инициативой. Ширенков на фланге. Вот Назаров сейчас, кстати, остался на позиции центрального полузащитника, потому что Алдонин ушел отдыхать. И как раз с Ширенковым из центра они на левую бровку прибежали. Назаров это единоборство выиграл. И у Гефеста первая замена. Сейчас Николай Фадеев поле покинет на 20-й минуте. И Андрей Валерьевич Тихонов. Здравствуйте. И вот аплодисменты на трибунах. Андрей Валерьевич улыбается. Ну, как улыбается так... Андрей, коряки сразу сейчас они там обменялись. Видел? Да, да. И, по-моему, зрители тоже видели. Да, я просто помню, вот несколько недель назад Гефеста и ЦДК в чемпионате играли друг за другом. И коряк там с бровки подсказывал, что сейчас научу тебя бить. Вот эти шуточки футбольные. Ну, доброжелательно все. Ну, конечно, Тихонов легенда российского футбола. Свои годы совсем не портит картины. А, между прочим, сколько? 49 лет, да? Я историю про Тихонова из этого сезона. Пожалуйста, играли с ФКСП ответный матч. Дома проиграли 1-0. Тихонова еще не было в заявке. Играли на выезде. Тихонов начал в старте, потом там ушел. В общем, счет 2-1. Он выходит на поле, играет 10 минут. Кажется, что ничего не происходит с участием Тихонова. Он вроде бы ничего не делает. Просто в центре бегает, отдает ближнему. Гефест забивает два гола. Тихонова меняют через 5 минут 4-3. Да. Коряка желтую карточку получает. Грубо сыграл против Масленникова, срывая атаку. Он ходил уже на грани этой желтой карточки. У Андрея было несколько фоллов. Ну, бывают у него срывы. Мы в этом сезоне были. Еще за ветеранскую команду он играет. В Руисской футбольной лиге там удаляли его с полем. Но здесь пытается, наверное, завести как-то партнеров. Ну, потому что совсем ничего не получается сейчас. Гефест производит замены по плану. А ЦДК производит замену в некоторой панике. Такое, тасуя игроков и пытаясь как-то подобрать правильное сочетание. Да, вот Вячеслав Саркисов на позиции правого защитника сейчас появился. И причем он заменил Хатаженкова, который собирался штрафное исполнить. И явно был недоволен заменой и уходил там по периметру. Вот, кстати, интересно. Спарта выигрывала кубки ЛФЛ. И Саркисов наверняка был тогда в составе. Так что вот к вопросу о титулованности футболистов, которые сегодня играют. И западную премьер-лигу он многократно выигрывал. Был одним из вообще ключевых игроков. В сборной постоянно играл. Ну, в общем, сейчас, наверное, уже так чуть на спад его карьера в ЛФЛ идет. Но надо понимать, что он в ЦДК чуть ли не один из самых молодых. Ну, вот, если так, сейчас Назарова и Хартияди за скобочки вынести из Саакяна, которые пришли только в этом году. А играет уже тоже сколько? Года четыре, наверное. Да, он, по-моему, если не ошибаюсь, он 85-го года рождения, по-моему. То есть ему еще 35-ти нет. С Тихоновым сравните. Да, так, на секундочку. А причем Тихонов так рванул, что Саркисову пришлось дополнительный форсаж там включать, чтобы за Андреем Валерьевичем успеть. Это вот было вне вашего поля зрения, потому что они там не к мячу еще бежали. Это просто вот позиционные перестроения. Ну, ЦДК нужно сейчас что-то менять в этой игре, просто потому что, ну, просто потому что Гефест все по своему плану ведет. Я даже думаю, что, ну, не рассчитывали на такое, да. То есть не было вот плана, сейчас мы два забьем вначале, а потом будем сушить игру. Ну, с Интером ведь так вот было. И, казалось бы, самая мощная атака Севера, а может быть, по каким-то... Ну, такого бомбардира, как Григориан, нигде нет. Даже если ты, ну, часто с Индией играешь, все равно ты не забиваешь столько. Вот, поэтому, поэтому, казалось бы. Но Гефест мог сыграть на ноли и забил третий в концовке. И сейчас все очень похоже пока. Вот ЦДК есть время на то, чтобы изменить игру, но пока Гефест очень хладнокровно обороняется. И Евгения Ниженкова в игре мы не видели, вот, может быть, сейчас первый раз. Да и тот, он защитник ему помог. Сейчас Ниженков, как лежачий полицейский, уже был в этой ситуации. Он упал, а там рикошет получился, и мяч покатился медленно. Наверное, Ниженков бы его отбил, но сыграл защитник. Здесь падение, и там больно сейчас футболисту Гефеста. По-моему, и Дрисов там. Да-да-да, 90-й номер, все правильно. Вот, сейчас уже и прическа Андрея характерная видна. Она давно у него, в общем, появилась, еще до того, как это стало трендом. Еще до Гефеста. Еще до Гефеста, да. Ну и 90-й номер, это тоже как товарный знак, да, своего рода. В общем-то, вот многие там десятые, под десятом номером любят играть, там, под девятым, под семнадцатым, под четырнадцатым. Но это там в честь, может быть, каких-то футболистов известных, там, и так далее. Вот, и Дрисов, он сам себе создал вот этот вот образ, стиль, девяностый номер, год рождения. Все очень логично, и в ЛФЛ, мы знаем, под девяностым, я не знаю, кто-нибудь еще играет, вот так, из известных играет. Я из неизвестных не могу вспомнить на данный момент. Я вот стою, перебираю в голове, не помню. Павел Котов у Гефеста вместо Андрея Дрисова, тому пауза нужна. Павел Котов на двадцать пятой минуте в полузащиту, насколько я понимаю. Ну, и, собственно, как правило, он и играет в средней линии. А здесь момент хороший! Лозбенев коленом мяч отражает, тот завис свечой, и дальше Ниженков кулаками выбивает. В общем, справился Гефест. Немножко так неожиданно, наверное, для античных. Этот момент возник у ЦДК, и поэтому как-то так, несколько панически Гефест отбивался в этой ситуации. Ну, все благополучно закончилось. По большому счету, даже голевым моментом не назовешь. Правда? Да, голевой он был по духу, наверное. По сути, да, все достаточно тривиально. Ну да, там мяч завис, но Ниженков... Чтобы он был голевым, вот, для интриги, для того, чтобы, ну, как-то ЦДК в игру вернулся. Но пока нет. И пока единственное, что удалось, это вот, опять же, убрать Гефест из центра поля. Потому что в центре поля у Гефеста игра пропала. Из-за того ли это, что Денис Назаров в центре оказался или нет, но факт остается фактом. Да, вот сейчас Алдонин-то вернулся на поле, но он как раз на бровке. А здесь Андрей Смирнов сбивает Павла Котова, а не обнимается. Потому что в одном клубе, в одном клубе вот до последнего времени были. И здесь, конечно, умышленные грубости. Про большой футбол, чтобы понимали зрители. Ну да, про большой футбол. Ну, Павел Котов, тот футболист, наверное, у которого чуть-чуть забуксовала профессиональная карьера. Был он капитаном дубля ЦСКА. В свое время потом так помотал его, в Штатах поиграл. Ну и за команды низших дивизионов. Но еще ничего не потеряно, да, 95-й год, в общем-то, время есть. А сейчас штрафной опасный, и как раз Смирнов головой этот удар прерывает. Повторная попытка Моисеенко, и Горчков мяч забирает. Причем там Смирнов махнул мимо мяча, что вратарю, в общем-то, явно было не на пользу. Но Горчков выловил, но он обязан был выловить этот мяч. А здесь Тихонов в перехвате против Коряки. Да, уходит от Саркисова, Назарова, но зрители, смотрите, как реагируют. Здесь, мне кажется, болит персонально просто за Тихонова. Я не видел еще ни разу, чтобы Андрей Валерьевич вот такие номера исполнял в ЛФО. Он все время действовал просто. Мне кажется, сейчас атмосфера немножко проникся. Мне кажется, просто немножко запутался, да, и пришлось как-то выкручиваться. А получилось в итоге красиво. Ну, атмосфера классная, конечно. Реально просто негде яблоко упасть. И стоят люди. Трибуны-то давно были забиты еще на первых матчах финала сегодняшних. Но сейчас и вокруг поля, и вот эта вот реакция аплодисментами встречает каждое касание Тихонова буквально. Тем более такие касания, тем более вот то, что он сделал сейчас. Да, жалко, что не удалось эту атаку довести до штрафной, потому что там, в общем-то, перспективно было. Но СДК сейчас все-таки инициативу чуть-чуть перехватывает, позволяя Гефесту играть на контратак. Но вот опять то Назаров, а сейчас отработал Хартияди. Вот появились быстрые футболисты против Шеренкова. И Хартияди сейчас Шеренкова обогнал. Но Шеренков уже весь тайм провел на поле. Хартияди меньше. Шеренков там все прокидывал, пока набирал скорость. Ой-ой-ой, Горшков тащит, но это перекладина. Да, Андрей Моисенков приложился. Тоже он сегодня очень хорош. У него особенная, видимо, мотивация, особенный настроенный с капитанской повязкой уже давно в команде. И, конечно, вот результаты последних двух финалов Гефест проиграл звездному, супер, еще более звездному, чем СДК. А сейчас Атлантису два года назад в финале Лиги Чемпионов, отыгравшись в основное время, проиграв по пенальти. Ну, там Шеренков, Сычев, Ромащенко, Половенчу. Но я всех не буду перечислять. Там действительно топовый просто состав из футболистов, которые закончили карьеру. Причем совсем недавно многие из них. Гефест играл на равных и чуть-чуть не повезло. И в прошлом году проиграл другой финал Кубка ЛФЛ. Трансконтейнера, да? Да, команде, которая как раз вообще никаких звезд в составе не имеет. И проиграл, когда Трансконтейнер вообще прошел так неожиданно по сетке до финала. И в финале также, будучи андердогом, Тихонов едва Котова не прокинул, но Алдонин выиграл единоборство. Да, Тихонов против Алдонина. Ну так вот, Гефест был фаворитом финала, но там Трансконтейнер затянул свою тягомотину, можно так сказать. Гефест, и был 2-2 счета, потом Трансконтейнер забил в концовке неожиданно. Опять же, третий мяч, и все, и выиграл финал. Так Гефест дважды подряд, вот как тройка регион, два года подряд. Финал Лиги Чемпионов, потом финал Кубка ЛФЛ, только результат разный. Вот, и сейчас, конечно, Гефест заряжен. Да, ну и опять же, говорил я в самом начале, что у Северной Лиги только один трофей Лиги Чемпионов, его принес Терминатор. Сегодня будет второй, понятно, гарантированно, но это даже не второй показатель. В отношении Кубка ЛФЛ как-то получше дела складывались, и там разные команды выигрывали в разные сезоны, и ЦДК дважды, кстати. Ну вот, в Лиге Чемпионов такой пробел надо восполнять. ЦДК выиграл дважды, и второй раз это был трэбл, когда ЦДК взял чемпионат и кубок, и когда вот то знаменитое противостояние с Гефестом в четвертьфинале, о котором мы тут обмолвились, когда в ответной встрече после ничьей в первой Гефест вел 4-1, но за 10 минут с роковой по 50-ю ЦДК 4 мяча забил. И в частности супергол Максима Бунтова, который уже не играет за ЦДК уже достаточно давно, он у нас в заставке до сих пор. Да, ну а ты знаешь, на самом деле здесь очень много сегодня присутствует футболистов, которые уже не играют за ЦДК, но приезжают, очень тепло общаются. Вот я видел, например, Сергея Краха здесь, и вот те футболисты, которые ковали, так сказать, славу ЦДК в старые времена. Здесь Виктор Воронков, Дмитрий Жаров, ну многие. Михаил Бесчастных, опять же, Щиголев, опять же, тоже здесь. Он, может быть, играл меньше в последние годы, но он и тренировал одно время ЦДК. Да, вот сейчас нам показывают, как раз здесь Михаил Бесчастных в черном, Виктор Воронков в экипировке с российской футболикой, рядом с ним Алексей Щиголев. Как раз... Да, Виктор Воронков забивал за 50 в высшем дивизионе несколько лет подряд, еще, наверное, до того, как любительская футбольная лига стала чуть менее любительской. Но по тем временам, конечно, топ-бомбардиром был, и, да, и в ЦДК важнейшую роль играл. Но ТВ эпоху все-таки застал Виктор Воронков немножко. Да, было, да, было. Ну и, опять же, там травмы, и даже вот сейчас будет, после этого матча будет ветеранский финал, он в эфире, мы его не покажем, но я думаю, что зрители здесь останутся, еще посмотрят. Воронков сказал, что форму взял с собой, но будет ли играть. Вот так приехал попугать соперника, увидят, мол, меня, и вот как-то не настроится, может быть, там должным образом. Ну что, за этими разговорами у нас тайм ушел. Гефест выигрывает 2-0 абсолютно по делу. У ЦДК не было ни одного момента в первом тайме у Гефеста. Было очень классное, мощное начало. Гефест обеспечил себе результат в первые 5 минут. Затем игра, наверное, чуть подуспокоилась, но в целом все равно с преимуществом античных проходила. Ну что ж, отдохнем совсем немного и с новыми эмоциями, со свежими силами на вторую половину этого увлекательнейшего противостояния, в котором, смею предположить, еще ничего не решено. Ну что ж, у нас сейчас начнется вторая половина противостояния Гефеста и ЦДК в Лиге Чемпионов. Финал 2-0, два гола Евгения Шеренкова сделали разницу. И пока у нас игра не началась, есть время об одной фишке рассказать, которая, на самом деле, немножко уже померкла, уже потеряла свою актуальность, что ли, в свете развития событий. Я сразу, когда заметил, ну мне было интересно, в каких формах будут играть команды, но предполагал я, что ЦДК будет играть в красный, а уж раз ЦДК хозяин поля, то именно он выбирал. Соответственно, у Гефеста выбора не осталось, Гефест вышел в черной форме, а ведь в этой форме она стильная, классная появилась в этом сезоне, но в ней Гефест не выходил на матчи Еврокубков после того, как в континентальной футбольной лиге Андрей Тихонов не реализовал в полуфинале решающий пенальти. И мне кажется, что это было неспроста. И вот в финале Лиги Чемпионов команда вынуждена была надеть черную форму. А ты знаешь, вот второй тайм сейчас стартовал. Кстати, давай продолжим после того, как составы назовем, потому что есть изменения. В частности, вот у Гефеста Сергей Анохин по 25 номерам появился на острие атаки. В воротах Евгений Женков в обороне Андрей Моисенков, Константин Лузбенев, Станислав Каханов. В центре по-прежнему Евгений Шеренков, Андрей Тихонов и Павел Котов остались на поле. И вот Масленников убрали, Масленников Блеков провел первый тайм, но на команду, так скажем. Да, на команду сыграл. Сейчас Павел Котов имел отличный момент, но не забил. Опять Гефест мощно начинает у ЦДК. Следующий состав Илья Горшков в воротах, Хатаженков, Смирнов и Авдеенко. Здесь как в стартовом составе они начинали. В общем, одумался Алексей Ефимцев, Денис Назаров играет в опорной зоне. По краям Андрей Коряка и Панайот Хартияди. И Фурман Саакян на острие атаки на Дараке Бадзе мы пока не видели тоже. У ЦДК футболиста, который вот то, чего ЦДК может быть не хватает, который может исполнить эпизод, да, там ножницами раз пробить неожиданно с угла штрафной. Причем так, что мяч в девятку вонзится. Может быть, вот это и нужно сейчас армейцам. Конечно, не факт, что поможет, да, надо еще мяч получить, но... Ну, пока вот Фурман Саакян тоже ведь блекло первый тайм провел. Вот у Назарова хороший момент. Ох, как он убрал Моисенкова. И можно быть даже лишнее сделал движение, потому что Тихонов успел перестроиться, сократить дистанцию и заблокировал этот удар. Но ЦДК активно начинает вторую половину. Был разговор в перерыве, мы видели крупный план. Там тренерский штаб и футболисты общались в рабочем режиме. Не сказать, что на повышенных, но понятно, что такое напряжение было на лицах. В общем, неприятно проигрывать. Ну, а что касается запасных, ты знаешь, мы не видели, по-моему, Ива Шурина. Нет, выходил, но совсем на чуть-чуть. А здесь Шеренков отбирает мяч у Назарова! Момент будет! Удар Назаров! Вот Назаров добегает и успевает заблокировать. Да, вот и может быть и Алдонин бы добежал, да, в этой ситуации. Но Назаров это гарантия. Вот здесь я так скажу. Котов будет угловой подавать. Разыгрывать, точнее. И это опасно, и это наиграно. У Гефеста удар Каханова выше ворот. Но это сейчас выше, а сколько он таких забивал? Да, конечно. Ну, и по повышенных запасных, то есть я хочу сказать, что и у Гефеста не выходили на поле Мартин Хорин, Олег Аварамчук и Артем Варакин. Да, но и Сергей Анохин не выходил до начала второго тайма. То есть только Павел Котов и Андрей Тихонов были в игре. А Котов за пять минут до перерыва, как мы помним, вместо травмированного Андрея Идрисова. Идрисов тоже как бы футболист, который, ну вот если его не увезли сейчас куда-нибудь, там, не дай бог, то думаю, что на поле он появится в его состоянии, тем более в финале. И, ты знаешь, получается, что достаточно ограниченными ростерами команды в принципе сегодня играют. Что, наверное, ожидалось? В какой-то степени, ну хотя мне все-таки казалось, что возможности и составы в целом позволяют побольше ротировать. Еще погода сейчас уже к вечеру не такая жаркая. Сегодня вот наш оператор Дмитрий Закиров, например, курточку надел. И зрители на трибунах, вот я гляжу, так, не в пляжном, так сказать, виде. Поэтому играть приятно, но вот, может быть, если бы была жара и побольше бы уставали футболисты, тогда бы и приходилось бы почаще меняться. Да, сейчас Дмитрий Решов, тот держит игру. Я поймал себя на мысли, что Андрей Коряка и Евгений Алдонин на двоих, наверное, спалили больше, чем все остальные игроки на поле вместе взятые сегодня. Вот с чем это связано, как думаешь? Может быть, не успевают чуть-чуть? Но это я, вот, ты знаешь, сказал и сердечко екнуло вот сейчас. Мне кажется, что в данном случае даже, наверное, другое. У них фолы такие, не то, что где-то не добежал, а они втыкаются, то есть настолько заряжены, что где-то даже перезаряжены, может быть. Спасибо, спасибо, Саша. Просто выручил меня, потому что еще общаться потом после матча, не знаю, после таких оценок, как меня там вообще воспримут внизу. Я на себя работаю, чтобы Дмитрий Смелитов потом не сказал, что я, как всегда, болел против СДК. А, ну, хорошо, хорошо. Но, с другой стороны, мы как-то с тобой открестились изначально, не стали поменять роли болельщиков той или иной команды. Ну, и, в принципе, на самом деле, игра подуспокоилась. Сейчас, вот, какое затишье, вот будет буря, вот в этом вопрос. Потому что так Гефест уверенно ведет дело к собственной победе. Но СДК буря нужна, потому что буря может стать отдельный эпизод, да, и он может вызвать бурю. Но и эпизод может получиться. Вот, Назаров там пошел в дриблинг, обыграл двоих, убрал там, в том числе, Шеренкова. И пусть там Тихонов встал на пути, но перспективно было. Вот сейчас фолло. Сейчас Саакяна сбивают. Штрафной удар. И будет Коряка исполнять. Там пытались, в принципе, Гефеста заставить отодвинуть мяч. И мне показалось, что Ершов согласен, но нет. Коряка, честно говоря, сейчас что-то придумал. У него вообще и с этих позиций залетало. И удар-то у него классный. Но решили разыграть. И так разыграли неудачно, что Гефест еще и перехватил Тихонов, кстати, в очередной раз. Отобрал даже. Отобрал, да. Ну, Назар в него воткнулся, так вот можно сказать. Там совсем мало места было. И теперь уже Гефест над чужой половиной мячом владеет. И это позиционная атака. Это не просто такое стерильное владение, да, как говорят. Да, Гефест очень уверенно себя чувствует. Он этой уверенностью заряжается. На самом деле, я думаю, что очень... Здесь штрафной и опять Алдонин политик. А Моисенков подставился. Он уже проскочил ту точку, в которую мяч после скидки пришел. Но вот здесь вот грамотно было совладать со скоростью. И, знаешь, резкий стоп. И Алдонин просто наткнулся на своего оппонента. Интересно, сейчас сможет Каханов авторитетом задавить и отобрать мяч у исполнителя, который собрался, обидеть этот штрафной? Я, кстати говоря, еще не видел, чтобы Тихонов исполнял штрафные. Наверняка исполнял. Я Спартакета с трудом вспоминаю, но мастерство есть. Ну, сейчас, мне кажется, так вот на вскидку вспоминается случай, когда он, примерно, в похожей ситуации, в воротах стоял. С датским селькиборгом, да, и даже отбил удар. Но сейчас Тихонов бьет, в стенке три человека. Он высоковато. Но ничего, попробовал. Да, ачивка, новый опыт для Андрея Валерьевича. Интересно, есть что-то еще, чего не пробовал в футболе? Да, не знаю даже, да. Но Лигу чемпионов не выигрывал. Ну, да, близок к тому, чтобы выиграть. Но армейцы продолжают. А ты знаешь, вот сейчас как-то ЦДК, ну, не с чувством безнадеги какой-то, но вот как-то по инерции вот так вот надо идти вперед, надо атаковать. Но вот это не ярко как-то. Это вот такое мучительное наступление, я бы его назвал. Не понимают, что нужно сделать. Скрывать, да, то есть вот все плотно, все закрыто. Если что, какая-то борьба, ну, стыки. Вот сейчас что там, что Дмитрий Решов решает? Там угловой, что ли, Вашурина затоптали? Это похоже на наступление, я надеюсь, сейчас ни у кого не вызову никаких негативных эмоций. Это только как пример, как наступление Германии в Первой мировой войне, когда пытались Францию Блицкригом одолеть, а потом завязли и не понимали, что делать. Вот, там, может быть, у Франции не было Евгения Шеренкова, который два забил вначале, но завязла Германия так же, как ЦДК сейчас завяз. Так, Ниженков отворот. Восемь минут во втором тайме сыграно. Пока характер игры не меняется. Надо отдать должное ЦДК. Команда старается. Но сейчас одного старания мало. На левом фланге мяч. Тихонов с Моисеенковым. Котов туда пришел. Прострел. А вот где Масленников умеет на опережение сыграть, там сейчас Анохин. Масленников засиделся на скамейке. Опасный удар сейчас. Каханов бил, да, по-моему? Да, бил Каханов. Но здесь отметим, Анохин, может быть, не сразу рванул, но он добежал. Напряг защитника. И в итоге Гефес мяч отобрал и закончил атаку ударом Каханова опасным. То есть здесь Анохин все равно на команду сыграл. И это на пользу пошло. Вот 8 минут, а уже несколько замен. У ЦДК уже и Вашурин, и Саркисов в игре. По-прежнему ощущение, что мечется немножко Алексей Ефимов. Да, сейчас вот Каханов немножечко начудил. Тут назад такую небрежную передачу отдал. И Хартияди там один в один оказался. Но в итоге справились все с ним. ЦДК, насколько не получилось, приходится позиционную такую. Атаку начинать. И Гефес выдавливает соперника к центру поля. Коряка. Тихонов против него. Штрафной. И опять разыгрывает Коряка. И опять поспешно. И контратака может получиться. Здесь Саркисов играет самоотверженно. Немножко сумбурно здесь Каханов. Немножко захлестнуло его. Как это называется? Безрассудный фол. Да и не нужно было. Но желание все-таки успеть эту контратаку организовать. И, кстати, по поводу Анохина, вот ты сказал, чуть игра на другую половину перешла. Я не успел добавить. Вот ты помнишь, когда он в Гефесте появился, многие говорили, что вот эти полсезона, возможно, именно приход Анохина стал ключевым. И даже были такие мнения, что он выиграл для Гефеста то чемпионство, потому что он реально доминировал, когда в Северной лиге оказался в составе античных. Сейчас Анохин это все-таки больше нападающая функция. Ну, получилось, что он доминировал, а потом он потух настолько, что до аренды, можно сказать, доигрался. Правда, аренда в топ-команду в Динамо, но как факт. А Каряка похуже, чем у Тихонова. Не знаю, чем он его может научить. Да. Извините, Андрей. Ну, в общем, доигрался до аренды в Динамо, да, Анохин? И, то есть, может быть, Динамо тоже топ-клуб, но Гефест выше закончил, чем Динамо тот сезон, когда Анохин играл в аренде. Да, и этот, и прошлый тоже, получается, так. Ну, а у нас здесь падает Котов, но такое не свистнет. Судья экстра категории в ЛФЛ, это очевидно, абсолютно. Ну, вообще, к работе бригады за 41 минуту вообще никаких вопросов. Да они незаметны, по большому счету. Хотя, опять же, фолов, каких-то острых моментов в плане эмоций, там назревающих стычек много, но и... Ну, вот, кстати, эмоции не зашкаливают. Наверное, ты согласишься, что, во-первых, как-то чересчур друг друга уважают команды и по заслугам отдельных игроков, и потому что хорошо знакомы. И в такой атмосфере очень тяжело устроить, вот, люди так встречают, да, игру профессионалов, ну, звезд, известных им людей, на которых они пришли в том числе, и вот устроить что-то в такой, как... Я думаю, есть все равно это на подкорке разочаровать людей не хочется. Да, но, в целом, вот, мне кажется, часто достаточно говорят, что уже штампом стало, что финалы не бывают особенно зрелищными. И, наверное, сегодняшняя игра пока не такая зрелищная, она, скорее, такая очень насыщенная, вот, и тактическими моментами, и отдельными эпизодами с участием, вот, таких классных звездных футболистов. Но, вот, нельзя сказать, что какая-то феерия, какие-то, вот, брызги шампанского, тут и конфетти на поле, ну, это будет после окончания игры, скорее. Ну, это не похоже совсем на тот матч Гефеста и ЦДК, когда вот этот супервеликий камбэк, равняется, сделал. Ну, вот, здесь не будет фола, хотя было похоже на решение правил, или нет, или все-таки, нет, просто аут. Это просто аут, да. Ты знаешь, вот, можно провести аналогию с финалом Лиги Чемпионов в большом футболе в этом году, когда здесь не было фаворита, явно в этом матче, в отличие от того, все-таки, Ливерпуль был фаворитом в игре Статтенхэму. Но Ливерпуль забил гол, а потом вот сейчас Гефест полетел в свою прессинг, как контрпрессинг у Клопа, да, вот, похоже, да, что вот этот быстрый гол там, а здесь два быстрых гола, наверное, для ЛФЛ это равноценно тому, что быстрый гол был забит в финале Большой Лиги Чемпионов. Здесь вот это определило характер игры во многом, слишком большое преимущество. Да, где-то с тобой согласен, давай по действующим лицам пробежимся, замены произошли, Идрисов на поле вернулся вместо Котова у Гефеста, и Вячеслав Саркисов вышел у ЦДК. Нет, ты знаешь, он некоторое время назад все-таки появился, по-моему, его после этого не убирали, тут вот Вашурин появился, да, тоже вместе с ним, да, 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 они вместе. И теперь получается Вашурин-Коряк-Алдонин, такого сочетания мы не видели, плюс Хартияде, по факту два защитника сейчас армейцы играют. Вот это можно, наверное, назвать определенным, ну, определенным таким неожиданным решением, ну, тем решением, которое должно игру переворачивать, потому что если ничего не делать, никак ее не развернешь. Вот Алексей Ефимцев. Да, и сейчас Саркисов как раз убирают с поля, Хатаженков в игру возвращается, но он голоден до футбола. А вот еще один сейчас мастер появится на поле, по-моему, Алдонин уйдет в центр защиты, появляется Алексей Милешин, который тоже, в общем, поиграл и чемпионат России выиграл, составил Спартака с Андреем Тихоновым в том числе вместе. Он мимо сейчас пробежал так, как будто не заметил. Ну, и, кстати, Милешин припозднился, его даже в начале в протокол не включили, поэтому я не ожидал, честно говоря, его увидеть, какой у него номер на груди. 88-й, да, Аси. Ну, вот СДК там номера такие небольшие, и они несколько расплываются при этом сочетании цветов, там не совсем синий, да, такой скорее, ну, чуть сиреневатый, что ли, оттенок, и издалека плохо видно. Ну, 88-й, хорошо, давай его в протокол в наш запишем. Ну, давай, да, при этом историю этой формы тогда расскажу, не все знают наверняка. Это вот эта вот форма, это тренировочные футболки испанской Барселоны, которые Дмитрий Сверидов купил во время пребывания в США. Когда приехали в Россию, отдали на нанесение, вот нанесли маленькие номера, потому что сзади надпись спонсора Барса на тот момент мешает нанести номер, и нашили красивые, вот выштые эмблемы СДК поверх эмблемы Барселоны. Кстати, если уж по поводу формы говорить, то вот Гефест, может быть, играет в старой форме, которая когда-то была несчастливой. Хотя Гефест вообще очень модный клуб, у него обновление формы по несколько раз за сезон происходит. Но это не старая форма, это как раз в этом сезоне появилось. Она несчастливой успела стать. Несчастливой успела стать, да. Но, нет, еще ведь была бордовая, такая бордово-красная форма, и Гефест почему-то ее вот так... Ну, здесь, наверное, не он выбирал в данном случае, но у Гефеста там есть варианты и голубая, и салатовая, и в том числе как раз салатовый, по-моему, Гефест чемпионом становился. Но Гефест приехал укомплектованным фирменными кепочками, курточками, какими-то футболочками. Реально очень красиво выглядело, все заходили. Такой вот клуб. Причем здесь присутствуют футболисты второй команды Гефеста и футболисты Академии Гефеста, которая играет в ЛФЛ на Юго-Востоке. И вот всей огромной гефестовской семьей. Ну, собственно, вот если видите, хвост от скамейки доходит там практически до выхода стадиона. Как очередь в Макдональдсе, когда на Тверской открылся первый. Ну да, вот это все люди, которые имеют отношение к Гефесту. Там жены, дети, подруги и так далее. Так что Гефест тоже за трендами моды следит. И постоянно следят руководители команды, что футболисты красиво и опрятно выглядели. Не только на поле, но и за поле. А еще Гефест задает определенные тренды моды. У нас в одно время появилась мода на вторые команды, которые не были дублями, которые тоже поднимаются по дивизионам. И там в одной лиге, у нас особенно на севере, там были и беда, и беда М. Сейчас будут хай-тек, хай-тек 2. И вот казалось, будет Гефест, Гефест 2. Хотя Гефест уже Академию Гефеста в другом округе заявил. А сейчас Гефест 2, заработав право играть в стыках за выход высший дивизион в северной лиге, он в итоге принял решение в них не играть, потому что в другой округ переходит. Я, честно говоря, слышал, что чуть ли не на запад. Но суть в том, что Гефест идет, возможно, к тому, что когда-нибудь не 3 команды севера будут по финале Лиги Чемпионов, а 3 команды Гефеста. Почему нет? Ну да, до этого далековато, конечно, все же. Но импонирует Дмитрий Вакулинг, импонирует вот эта вот любовь к футболу и желание футбол развивать, да, может быть, на любительском уровне. Так, ну давай на поле. Тут СДК самый опасный момент за 48 минут игры создает, и до удара его даже не доводит. Да, Саакян здорово там сыграл, а партнеры как будто засмотрелись на действия своего нападающего, и никто в ту зону, куда пошла передача и где не было футболиста в Гефеста, никто в ту зону не ворвался. Вот мне кажется, что с выходом Алексея Милешина как-то так, может быть, совпало, но армейцы сейчас лучший отрезок в игре проводят. Собственно, экономить там силы или чего-то ждать уже не остается времени. Нужно сейчас выдавать максимум. Один гол в ворота Гефеста, я уверен, армейцев заведет достаточно для того, чтобы мы увидели интересную концовку. Но этот гол нужно забить. Честно говоря, даже хотелось бы, наверное, чтобы он случился, именно как нейтральному зрителю хотелось бы, потому что концовка тогда будет ярче. Но даже при счете 0-2, даже когда 60 минут будет сыграно, еще ничего не будет ясно. Здесь наверняка будет добавлено время, и забив один, можно быстро забить второй. Тем более эти команды умеют забивать подряд, не только Гефест умеет, а умеет и ЦДК. Да, ну после этой фразы Дмитрий Сверидов точно к тебе никаких претензий не прилияет. Давай смотреть. Назаров уже на левом фланге, против него Идрис и прерывает передачу. Коряка не меняется, насколько я понимаю. Он сегодня очень много играет. Или все время даже, или может быть уходил там на пару минут. В конце первого тайма его, по-моему, убирали, но совсем ненадолго, действительно. Но вот ЦДК, я смотрю на Алексея Ефимцева и Дмитрия Сверидова, и вот у них может быть не то, что недоумение, не то, что обреченность, но грусть написана определенная на данный момент. Непонятно, за счет чего ЦДК может спасти игрой, сейчас может проиграть все. Фадеев перехватил после ошибки Алдонина мяч. Правда, здесь штрафной, будет карточка Хатаженкова, но Фадеев, надо сказать, мог лучше распорядиться мячом в данной ситуации. У нас уже имели карточки сегодня Алдонин и Коряка у ЦДК. И вот теперь Владислав Хатаженков тоже получает. И к мячу идет Андрей Моисеенков. Опять нет Павла Котова на поле, чтобы с левой ноги проявить. Рядом Тихонов. Тихонов прикладывает руку к губам, чтобы не прочитали специалисты по сурдопереводу, что он там Андрею Моисеенкову рассказывает. Да, вот как раз с Кронштадтского бульвара, там с высотных домов, можно сейчас с помощью специальных приборов, да, что-то в этом духе. Но я думаю, что Моисеенков после того, как в перекладину сегодня шлепнул, заслужил право именно с этой точки исполнить, тем более с этой как раз неоднократно он забивал. Это вот та позиция, когда удар на силу может быть даже опаснее удара в облот стенки. Ну и посмотрим. Удар, ну на этот раз выше прошло, хотя замысел понятен, нам хорошо была видна траектория. Опять же, получилось бы пониже пробить, было бы очень опасно. Не факт, что Горшков бы смог спасти. Ну, вроде бы Горшков успел руки поднять и, да, то есть, скорее всего, отразил бы этот удар. Ну, что гадать, момент заигран. Моисеенков уже на своей половине поля здорово отрабатывает. Вот здесь, опять же, показалось, что фолл. Ну, вообще, Смирнову позволяют арбитры сегодня так играть, плюс руки подключая в единоборствах. Ну, там мяч еще у Гефеста оставался. Уже я видел, что Дмитрий Иршов свисток поднес к губам. Не знаю, он не делал движение, что вот был фолл, мяч у вас, но он видел, что мяч остался у Гефеста. Павел Котов вместо Идрисова возвращается в игру. И Ширенков, да, возвращается. Или он в следующей паузе сейчас, да, Гефеста стратегию включает и делает замены по одной. Да, ну, Масленников на острие свежий, потому что довольно долго он отдыхал. И как раз против уставших защитников ЦДК в обороне, вот сейчас вот в этой линии, в последней, Алдонин, Коряка, Смирнов чуть поднялся и Назаров отошел назад под позицию последнего защитника. А еще, видите, Коряка о передаче попал в Иршову, не смог к Дмитрию вернуться, извинился, да, но мяч ЦДК при этом потерял. Да, вот Тихонов уходит, вместо него Ширенков. Я думаю, сейчас много замены у Гефеста будет. Да, может и Артема Варакина увидим в игре даже. Ну, не зря же его вернули в основную команду из второй. Ширенков, момент Горчков. Ширенков сейчас выручает, точнее, сохраняет интригу, наверное, для зрителей. Она и так все меньше становится с каждой минутой, но третий гол бы сейчас, конечно, похоронил Армейцев. Ты сказал, что Масника свежий, Ширенков-то тоже свежий, он тоже отдохнул. Ширенкову плюс пять к выносливости дали два гола, которые он забил в сегодняшней игре. Я думаю, что он может еще один индивидуальный приз получить, потому что формат этих финалов предполагает, что вручается награда лучшим игрокам матча обеих команд. Вот кто у ЦДК? Думал только что об этом, не знаю, может быть, по такой игре Горшкова. Отметь, ну, Назаров как вариант, но опять же, это все очень... Вариант и зауши. Да, а еще я подумал, знаешь, о чем, Гефест настолько хорош, что если бы об этом матче писал Спорт-Экспресс, делал бы свой фирменный отчет, то Ниженков мог бы получить без оценки. Константин Лузбенев может, да, без оценки выставить Евгению Ниженкову. Ну, да. Мне вот интересно, вот вся вот эта бригада, если рванет после финального свистка со скамейки Гефеста, успеют ли армейцы куда-нибудь убежать? А я думал, перекроют ли они рекорд спартаковских фанатов после чемпионства спустя 16 лет, да? Не будут ли ковырять газон, там, особенно в месте Гефеста 2, который в другой округ переходит, вот это все. Подшумок Коряка может это сделать, потому что он наверняка за то, чтобы сменили на стил. Я помню, как он на Ситуньпарке давал интервью об этом, говорил наверняка и здесь. Ну, вот опять же, давно не проводились финалы на Флотской. Я помню один из первых моих финалов, на которых я присутствовал тогда еще, конечно, до эры интернет-телевидения в любительской футбольной лиге. Вопросы спорта с Интером здесь играли. Опять же, суперчумовой Интер со всеми звездами, с Владимиром Бесчастовым. Тогда Дмитрий Хлистов травму накануне получил, по-моему, в игре за сборную. Сейчас-то как раз сборная играют на следующей неделе, а финалы в начале. Наверняка это, кстати, сделано в угоду клубам, потому что не хотелось бы им своих ведущих игроков терять такими важными матчами. Но все равно никто не верил, что Интер может проиграть. Он и во внутреннем чемпионате ни разу не проиграл тогда на Северо-Востоке, выступая. И здесь не было и намека на искусственное покрытие. Что бы сказал Андрей Коряка тогда? Тогда он мог что-то сказать репортерам Спорт-Экспресса, потому что продолжал свою профессиональную карьеру. Ну, Дмитрий Парфенов, например, по-моему, игравший в том матче, вот сейчас боюсь, в Швейце, но за Интер выступавший в тот период точно. Затем подписал с Сатурном профессиональный контракт. Так что могло быть по-всякому. Ну, в общем, и Интер на следующий год вопрос спорта взял реванш, но это уже не здесь было. Так вот, я просто про то, что происходит определенная эволюция. В этом году более мягким сделали газон на флотке, подсыпав крошку. Так, ладно, давайте эти разговоры. Подкат сзади, Масленников, желтая карточка, хотя, казалось бы, в мяч играл, но... Но он играл сзади, причем откровенно. И даже, может быть, он зацепил сначала мяч, а потом ноги. Но он однозначно сбил Андрея Коряку в этом эпизоде. С решением я согласен. Другое дело, что футболисты СДК, по-моему, хотели красную карточку, но, наверное, здесь Дмитрий Вишов... Тут и желтые, в общем-то, многовато. Ну, по крайней мере, можно обсуждать. А про красную, наверное, нет совсем. Ну да, это не тот подкат сзади, когда человек падает и кричит от боли, да, против которого сфалили. Здесь была попытка сыграть мяч, и она, скорее всего, действительно, увенчалась успехом, но Коряка упала в результате этой попытки. И это тоже, в общем, факт непреложный. Ну вот сейчас, наверное, одна из последних реальных возможностей вернуться в игру. Сейчас нужно бить. Бить. Сейчас нужно забить. А вот кого это там отгоняет Владимир Коржевский от ворот? Неужели... Да нет, не может быть. Ну ладно. Это так, за кадром. Давайте на Коряке сосредоточимся. Да. По новым правилам, вот, кстати... Они еще не вступили в силу после сезона у нас. Вот так, вот так. Это мы сейчас говорим о том, что нельзя подстраиваться атакующей команде в стенку. Ниженков, красавец! В нужный момент практически всю игру без работы. В нужный момент потащил классный удар, хотя я дебил. Без оценки отменяется. Да, как минимум уже на 6,5 наработал. А за игру ногами может быть и 7. Ну, наверное, на 7 просто не дали себя проявить. Да, но 6,5 вполне. По такой игре шикарный сейф от Ниженкова. Опять Коряка не стал бить, отдал Алдонину. Тот дальше сыграл на Хартияди. Хартияди, конечно, очень красиво бил. В дальний угол. Может быть, не в самую девятку, но все равно под штангу. Ну и вот Садыка идет на штурм. Это не навал. Это вполне себе штурм позиционный, но потеря. Это отбор. Котов отбирает мяч. Разгоняет атаку. Ширенков у него справа. Котов сам все делает. Бьет удар. И Ширенков добивает мяч в ворота. Хет-трик. Евгения Ширенкова. Гефест выигрывает Лигу Чемпионов. Друзья, просто слушайте. Ну а сейчас вот это, как это назвать, коридор кепки. Да, это же хет-трик, правда. Вот, 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 вот для чего эти кепочки делали руководители Гефеста. Идеально. А где у нас стюарды? У нас не показывают, как по правилам FIFA. Выбежал болельщик на поле с корякой. Дал пять коряки. Тот, надо сказать, что нестряное разочарование, отбил эту пятерку. А болельщик продолжает на поле пребывать. И Дмитрий Шов хотел его за пределы стадиона сначала отправить. Но в итоге все обошлось. ТДК сразу летит в атаку. Коряка сам на всех. Подача! Хартияди! Да, Узбенев сейчас выбивает. Но мяч, по-моему, мимо все-таки шел. Там, правда, был Саакян и мог переправить мяч в ворота. Но, в общем, это все уже, конечно, на агонию. Похоже, слишком мало времени. Полторы минуты. Даже сейчас, если забить, Гефест, я думаю, еще пару замен проведет. В общем... В общем, да. Подача. Ширинков мяч выносит. Удар Алдонина. И не подстрелся как следует под мяч. Рядом со штангой. Да, вот замены. Андрей Валерьевич, на концовочку. Под аплодисменты. Наверняка бывает меняют, под аплодисменты с поля убирают. А бывает возвращают на поле под аплодисменты. Ты знаешь, вот можно... Котов, мне кажется, чуть-чуть недоволен. Но он просто самый дальний был. Это тактические игры. Здесь, ну, все понятно. Все ради результата. По заветам Леонида Слуцкого. Да, ну, а тут, опять же, вот, сыграя еще там 10 раз, непонятно, да, какой был бы перевес. Непонятно, как бы они серию до 4 побед бы сыграли, да, если бы это был хоккей. Но сегодня, вот в этом отдельном матче, Гефест выигрывает абсолютно по делу. Гефест был лучше, Гефест лучше разложил ЦДК, Гефест был лучше готов. У ЦДК был план на игру, но он не сработал. У них, может, и был план, но изначально они ему не следовали. Может быть, а может быть, они не совсем под него подобрали правильных игроков. Может быть, если сосредоточиться на Масленникове, действительно недооценили Шеренкова, а ведь... Что, пенальти? Кстати, Олег Абрамчук, который вот только что, ну, буквально недавно на поле появился, самый... не, ну, или штрафной там, все-таки вот это важно. Вот этот вот кусочек газона, который меняли, по-моему, на него будет мяч установлен. Ну да, пенальти, это было бы, наверное, да, несправедливо, да, не в штрафной был фолл. Но по большому счету это не так важно, потому что основное время истекло, что-то, конечно, Дмитрий Яшов добавит, но не очень много. Шеренков желтую получает, а пенальти все-таки, пенальти. Интересно. Ну что, Коряк получает, возможно, счет размочить. А Ниженкова довести до 7,5 сразу свою оценку. Ну, там и 8 можно будет уже ставить. Женя, Женя, да? С трибун доносится. Нет, ну, Коряка без шансов исполняет, но после этого сразу звучит финальный свисток. 3-1. И Гефест, обладатель главного трофея Москвы. Да, не проигрывает СДК крупно. Наверное, на крупное поражение СДК не наиграл, да. То есть был достоин больше. Коряка забил, Тихонов нет. Но именно Тихонов, обладатель Лиги чемпионов. Да, Гефест, главная команда Москвы в этом году. При этом еще Гефест за Кубок Севера поборется. У нас сезон-то не закончен. И можно сделать дубль. Дмитрия Вакуленко сейчас все бросают, включая Алексея Швындина. Но должны и самого Швындина подбрасывать. Все-таки он тренер в этой команде. Хотя, конечно, ну, сколько делает Вакуленко, в принципе, для развития футбола. Кирилл об этом говорил. Мы чемпионы, да, звучит. Да, Гефест сыграл шикарно сегодня. Наверное, ну, это очень убедительная победа. Я вот поймал себя на мысли, что чередуются победы в основное время с победами по пенальти в Лиге чемпионов в последнее время. И казалось, что сейчас очередь серии пенальти. Но нет, нет, Гефест отменил это. Ну, во-первых, мы сегодня увидели две убедительные победы в финале Еврокубков. И это, в общем, из-за тренда выбивается последних лет. Я не думаю, что кто-то прямо разочарованным сильно остался. Хотя вот CDN, ну, как-то сегодня на себя похож не был в матче против тройки. Здесь все-таки, наверное, и от CDK мы ждали большего. Да, Гефест сыграл классно. Ну, и Гефест долгожданный трофей взял. Потому что вот ты говорил, как раз когда я поднимался сюда в комментарийскую камину, ты говорил, что тройка уже привыкла получать трофеи. И после победы в Лиге Чемпионов получать кубок, как бы, немного более низкого статуса для нее, ну, не так престижно. Для Гефеста сейчас любой трофей важен, потому что очень давно команда не выигрывала. По меркам топ-клуба, естественно. Конечно, чтобы выиграть топ-чемпионат, еще не каждая команда сможет вообще, и на Севере в том числе. Но прошло уже, сколько получается, 4 года, да, и постоянные неудачи, постоянные неудачи в финалах. Мы даже, ну, там, позволяли себе иногда иронизировать на тему, что Гефест все время в решающих матчах оступается. Но вот сегодня все как-то сошлось, и вообще концовку сезона Гефест провел классно. У меня появилась даже мысль, что если бы Гефест вот смог так сыграть весь чемпионат, может быть, он и Интеру составил бы конкуренцию. Ну, здесь понятно, это все из-за развертых предположений. Ну, и последняя, да, мысль, кто-нибудь пошла в голову, что, наверное, Коряка стал лучшим игроком в составе СДК, и сейчас свою статуэточку получит. Ну, в общем, остается только ждать награждения. Ну, и у Гефеста еще будет возможность навязать борьбу Интеру, опять же, в Кубке Севера, где они два года подряд играли в финалах, и это были очень разные финалы, но по факту две крупных победы Интера. Хотя одна случилась в большинстве в дополнительное время. Причем это стало, наличие этого дополнительного времени для Гефеста тогда стало полной неожиданностью. Ты знаешь, вот вообще интересно, вот такое ощущение, что сегодня вот концовка сезона. Вот по эмоциям, по количеству людей, по статусу матчей, по тому, какие соперники сегодня играют. А на самом деле сезон продолжается, на следующей неделе финалы сборных, и в том числе на Севере продолжается действительно несколько турниров. Ну, конечно, для команд высшего дивизиона только Кубок остается имеет значение, но в целом еще идет чемпионат, идет этот футбольный сезон. Вот это вот такое необычное немного ощущение, потому что все-таки мы как-то привыкли, что прямо к концу сезона обычно в финале Лиги Чемпионов. Ну, здесь вот немножко затягиваю. Армейцы, да, не очень, конечно, радостно подходят на целевое награждение, кроме Андрея Коряки, который как профессионал настоящий. Ну, там Роман Памшев, который, кстати, не играл, сегодня Вячеслав Саркисов, Натаркибадзе, Хатаженков, Саокян, Стридов, они где-то там вот тоже рядом. Игений Алдонин здесь тоже, в принципе, недалеко. Вот этот Хартияди просто сбоку стоит, они готовы, да? Да, а Гефест еще тоже подтягивается, но и не спешат организаторы. Ну, Гефесту просто сложнее подтянуться. Там надо понимать, что здесь вот этот шлейф, он там, этот хвост, он от скамеек, вот сейчас прямо до столика, на котором кубок стоит, растянулся. Ну и там где-то на заднем плане финалисты ветеранской лиги разминаются. Да, им еще играть. И, собственно говоря, Евгений Поляков, который выигрывал с ЦДК и был, ну, фактически лучшим игроком и главной звездой ЦДК, который тот Требл делал в чемпионате кубки и кубке ЛФЛ. Он сейчас как раз уже в ветеранской лиге выступает. Все, та же прическа, длинные волосы и вообще в тонусе. Стиль игры. Я думаю, что где-то какой-то отрезочек мог бы потянуть в нынешнем ЦДК, почему нет. А у Гефеста, обрати внимание, ты про мерч говорил, да, вот сейчас еще и представители и Гефеста 2, и Академии Гефеста, и даже вторые половинки представителей Академии Гефеста о футболках. Мы играем за Гефеста, тоже такой отдельный мерч, очень интересный, это солидно смотрится. Флаги, в том числе, вот там на заднем плане Академии Гефеста. Евгений Алдонин, неожиданно. Да, признаться. Особенно неожиданно, если послушать наш репортаж. Ну, с другой стороны, у каждого свое мнение, как минимум. Ну, Гефеста, представляешь, сейчас не Ширенков? Бурцев, Варакин. А в чем Варакин? Надо пересмотреть, кто там пенальти привезет. Олег Абрамчук, лучший игрок матча. Ну, ладно, ладно, давай. Здесь без сюрпризов обошлось. Ну, действительно заслужил, вот я лично человечески рад за этого парня. Все ты правильно сказал и сконцентировал внимание зрителей, что действительно поначалу, когда он переходил в Гефест, сказал, что это, ну, хорошая трансферная перспектива, но затем какой-то был спад, как-то не получалось, и казалось, что, ну, а для чего вообще Гефест на тот момент очень здорово укомплектован и вообще взял этого футболиста. А там еще Евгений Королев пришел и был хорош тоже, и тоже мало играл. Да, еще более молодой футболист, да, который мог претендовать на будущее, да, как бы команды. Ну, и, к слову, вот эта фотография Евгения Шеренкова с вручившим ему награду лучшего игрока Дмитрием Смирновым, особенно вспоминая о том, что Евгений Шеренков получил лучшего полузащитника, это, я думаю, что нам намек на то, что, ну, очень сложно будет представить, что Евгений Шеренков не получит приглашение в сборную теперь. И Евгений Алдонин, наверное, тоже, да, который стал лучшим игроком в СДК. Там сложнее. Евгений Алдонин продолжал не так давно профессиональную карьеру, а там ввели новые правила, что два года, что ли, после последнего контракта, а он его подписывал менее чем два года назад, так что не получится Евгения Алдонина вызвать. Понятно. Ну что, армейцы получили свои медали, и теперь по одному будут подходить. Кстати, интересно, да, обычно капитан в последнем, Андрей Моисенков первым, выходит для того, чтобы успеть сделать круг и вернуться за кубком. Подсмотрел у Артема Семенова, хотя нет, вот чтобы сделать круг, да, Артем Семенов так получил свою медаль и встал сбоку. Я подожду, ребят, давайте получать награду, я сейчас кубок возьму. А, Андрей Моисенков пошел, задал тренд, да, пошел благодарить соперников за игру. Отличная атмосфера. Ну да, ну согласись, что вот такой вот драмы не было сегодня, вот такой войны футбольной, немного было, несколько благодушно так соперники друг к другу относились. Ну вот Евгений Шеренков не дал случиться драме во многом. Андрей Тихонов сейчас получит золото. Андрей Тихонов как бы не зная, как это происходит, а сюда, вот где, вот здесь нужно подходить. Ой, ну, нет, на самом деле очень классная атмосфера, вот эти все, все моменты. Да, вот руководители Гефеста получают. А кто еще три медали получит, интересно? Да, не капитан, а нет, все-таки футболисты получают кубки, а не руководители. Хорош, вот классный жест. И Андрей Моисенков сегодня тоже здорово сыграл. По праву он этот кубок над головой поднимает. Гефест, обладатель Лиги Чемпионов, всего лишь второй раз в истории Северного округа. Его представитель выигрывает главный клубный трофей Москвы. Север по этому показателю даже юго-западу уступает, не говоря уже про запад. Но посмотрим, каков будет следующий розыгрыш. Я думаю, что и те, и другие остаются в числе фаворитов, безусловно. Вряд ли что-то всерьез колыхнет эти команды. Ну, а там еще есть Интер. Там есть Интер, и там есть Динамо, который очень давно мечтает в Еврокубках тоже чего-нибудь добиться. Там появляется хай-тек амбициозный. Ну, хай-тек это, наверное, история. Для Лиги Чемпионов, понятно, это рановато. Мы так просто рассуждаем, кто вообще в число топ-клубов может попасть. А может быть беда? Может быть беда вообще? Вернется, да, в число топ-клубов Сейбер. Так, ну здесь фото. И, наверное, прощаться нам нужно, хоть и не хочется. Да, ну что ж, это был классный футбольный вечер. И для тех, кто недалеко от Флотской живет, еще можно успеть в нем поучаствовать и приехать быстрее в ветеранский финал. Ну, а мы, Александр Чудов и Кирилл Разумовский, с вами прощаемся. Я говорю вам, развивайте спорт себе и себя в спорте. Ну, а я говорю, увидимся здесь, на полях Северной Лиги. До свидания. А нету в онлайне? Вообще не вели. Потому что всех других кубков тоже не вели, а тут они хуяко вывесили. Ну, что такая, я думаю, даже никто не видел, что он там есть.